Всем привет! С вами Сезанна, и вы только посмотрите, какой очередной интересный наборчик я нашла в обычном магазине, причем даже не канцелярском. А еще прикол, он-то был всего лишь один, в куче всяких других штук, и поэтому он такой вот покоцанный. Но ничего страшного. Вроде все с виду выглядит нормально, и мы с вами попробуем их затестить. Блин, я только сейчас подумала, надеюсь, они пишут. Представляете, если они не пишут и просто высохли. О, то вот прикол. Ну ладно, допустим, открываем. Опа, опа, их кто-то уже тестил. Смотрите, кто-то черкнул два раза желтым. Вот, ну, симпатичненько выглядят. Вытаскиваем из коробочки. Оу, вау, какие они забавные, ребят. Естественно, давайте я вам немного поближе покажу. Такое классное милашное оформление. Здесь у нас зайка, много звездочек и мишка. Хотя я сначала подумала пандочка. Открываем. И действительно, ребят, здесь такая тоненькая кисточка. Но ничего не знаю насчет ее мягкости, как там было написано, мягкая кисть. Ну, посмотрим. На каждом фломастере дизайн абсолютно одинаковый, отличается только цветами. Ну, и тестировать мы их будем на вот таком вот рисунке, который, кстати, мы рисовали вместе с вами на одном из последних эфиров в ТикТоке. Если вы также хотите присутствовать на моих эфирчиках, то, пожалуйста, спуститесь по ссылочке вниз в описании и перейдите в мой ТикТок. Эх, к сожалению, сейчас погода за окном не очень. Довольно-таки пасмурно целый день. Ну, ничего страшного. Я надеюсь, и так, в принципе, видно. Так, так. Ну, а прежде чем мы начнем наш покрас, давайте посмотрим или проверим, насколько эти кисточки мягкие и вообще, как они ложатся на бумагу. Единственное, что сейчас могу сказать на данном этапе, это то, что они безумно яркие и, в принципе, равномерно покрывают поверхность. Итак, ребят, наконец-таки мы приступаем к нашей работе, к нашему покрасу. На самом деле, не знаю наперед, что у нас получится, даже представить особо не могу, потому что цветов всего лишь шесть. Как бы очень-очень мало. Минимальное просто разнообразие разных оттенков. У нас есть только базовые цвета, и плюс они безумно темные. Ну, не то чтобы темные, просто они очень-очень яркие, супер насыщенные. Тут даже пастельными оттенками и не пахнет, ни в одном. Вот, ну ладно, давайте как-то попробуем выкрутиться. Хотя, я, знаете, сначала думала, что добавлю какие-то другие, может, фломастеры, может, маркеры, может быть, использую карандаши. Но потом я подумала, а смысл тогда, если я тестирую только это? Давайте посмотрим же, что у нас получится только с использованием этим фломастером. А может быть, потом я сделаю какое-то отдельное видео, где я буду дорисовывать свои рисунки. Ну, и, конечно же, если вам нравится подобная идея, то, пожалуйста, дайте мне знать об этом в комментариях. Напишите, может быть, я соберу все свои недорисованные рисунки, хотя бы около пяти, ну, может быть, даже больше. И попробую дорисовать уже другими материалами, посмотрим, как они вообще изменятся. Ну, а пока что я хочу использовать только вот этот вот набор. Даже не буду брать белую ручку, потому что я знаю, у многих ее попросту нет. И типа, ну и чем заменить? Потому что если берешь, например, краски те же, нужно брать только акриловые, потому что только они могут сделать белый след или какой-то другого цвета на фломастерах. А так, если берешь акварельные краски, то они просто впитаются и примут тот цвет, на который, точнее, вы это и нанесете. В общем-то, ребят, пытаемся кое-как раскрашивать. Конечно же, здесь нет ни телесного оттенка, ни темно-красного, ни светло-синего. Здесь просто такой вот ядреный синий, даже не знаю. Я, наверное, скорее всего, заменю именно этим синим серый, потому что серый тоже нам понадобится на его рубашке. Вот, ну, конечно, это смотрится не очень красиво, но все-таки хоть что-то, да. Нам главное испробовать, ну, а сейчас я могу сказать вам пару слов именно о качестве. И то, что изначально было написано на коробке, что они с мягкой кистью, не-а, совершенно у них не мягкая кисть, она достаточно твердая, она не сгинается в разные стороны, то есть ей можно просто как каким-то фломастером рисовать, вот. И даже если сравнивать, например, с теми же кисточкообразными наконечниками в маркерах, которыми я постоянно пользуюсь и не перестану их хвалить, они идеальны. И вот реально у них такая вот очень мягкая, податливая, нежная кисточка, которой можно прокрасить абсолютно любые детали, как большие какие-то участки, так и маленькие. Ну, а здесь она очень твердая, она не сгинается, она такая вот похожа больше, что ли, на карандаш, не знаю, ну, ладно, она не такая твердая, как карандаш, но все равно. Можно ей либо боком вот так вот делать, как восковыми карандашами, либо же просто как обычными карандашами раскрашивать вот этой вот тоненько-тоненькой частью. Ну, опять же, я не могу сказать, что они прям какие-то ужасные, они, кстати, стоили безумно дешево, они были очень дешевыми, я такая подумала, ну, ладно. Это, знаете, что-то похоже, типа, на барахолку, что ли, когда ты берешь такую вот замызганную какую-то упаковочку, приносишь домой и такая, ой, да ничего, неплохо, в принципе, стоит своих денег, да. И вот здесь тоже что-то типа того, там была прям гора разной канцелярии, разных штук для дома, боже мой, что там еще было, и семена, все подряд, короче, там было. Я такая, опа, ничего себе, там даже не было написано, сколько они стоили изначально, я уже узнала их цену на кассе, вот, около, по-моему, 17 гривен, ну, короче, около 20 гривен, где-то так, если я не ошибаюсь. Я их купила еще неделю назад, но только вот сейчас у меня дошли руки их использовать, да, и, в принципе, как-то было немного страшновато, потому что всего лишь 6 цветов, я не знала, о чем мне нарисовать, но потом я подумала, ладно, если есть красный, то давайте нарисуем делюка, вот, и, в принципе, мне нравится этот красный цвет, волосы у него получились просто шикарные, несмотря на то, что я их просто раскрасила, типа, там нет ни теней, ничего, я просто залила их этим красным цветом, и все равно они смотрятся настолько сочно, настолько ярко, короче, класс. А так, из-за этой нехватки разных оттеночков у нас получается максимально плоский, максимально какой-то однообразный рисунок, давайте я напоследок хотя бы вот этой вот рамкой желтой дополню, чтобы это смотрелось не так скучно, ну, в принципе, и все, вот, рисунок наш полностью готов. Хотя, я бы не сказала, что полностью, потому что мы в скором времени дорисуем его карандашиками, скорее всего. Ну, а так, что касается качества этих фломастеров, они плюс-минус не полосят, ложатся достаточно уверенно на бумагу, особо их не портят, но если вы будете делать много слоев, то, естественно, ваша бумага скажет вам прощай. Да, если бы в этом наборе было бы хотя бы 12 или 24 цвета, это была бы пушка. Можно было бы намного лучше раскрасить рисунок, но так мы донесли только базовые цвета. Кстати, что насчет обратной стороны, они совершенно не перепечатались, хотя бумага, ну, не сказала бы, что она супертолстая, но я думала, что все-таки хоть что-то доперепечатывается, но нет. А вы, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях свое мнение, как вам вообще данный наборчик, как вам результат, который у нас практически получился, но не до конца. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение и, конечно же, оценочку. А на этом было все, всем огромное спасибо за просмотр, не забудьте, все ссылочки на мои соцсети будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. А мы с вами встретимся уже очень скоро, и всем пока-пока! Продолжение следует...